Сегодня упоминается имя и упоминается событие, которое заставляет нас подниматься на ноги в трепете перед важностью этого имени и важностью этого события. И об этом написано в четырех Евангелиях. Я хочу прочитать у одного из Евангелистов. Это Евангелист Матфей, 28 глава его книги. Сегодня мы будем читать и извлекать уроки, потому что польза от Священного Писания приходит тогда, когда мы можем понимать, как события двух-трех тысячелетней давности имеют отношение к нашей жизни, как это можно сегодня видеть актуально. И события воскресения, и люди, которые были вовлечены, и поступки их, и сверхъестественное вмешательство, все это имеет отношение к 2018 году, к 8 апреля, к завтрашнему, послезавтрашнему дню. Если для вас Библия является отдаленной или отвлеченной от реальности книгой, я вам очень и очень сочувствую, потому что нет никакой более реальной книги, нет никакой более жизненной книги, чем Священное Писание. Если это не было понято, это достойно только сочувствия и сожаления. Итак, 28 глава. По прошествии же субботы, на рассвете первого дня недели, пришла Мария Магдалина и другая Мария посмотреть гроб. Христа распяли в пятницу, и вот суббота – это день покоя, хотя люди хотели бы по обыкновению того времени, благомониями палить на тело Иисуса Христа, они это сделали при похоронах, и еще хотели потом это сделать. В субботу они оставались дома, и как только появилась первая возможность, только забрежил рассвет, воскресенье, они его так раньше не называли, этот день был первым днем недели, две женщины – Мария Магдалина и другая Мария – пошли туда, на это место. Вы знаете, когда я смотрю на начало этой истории, хорошо, что феминистки не читают Библию, а то бы они еще и из Библии нашли аргументы для своих неправильных мировоззрений. Но вот Священное Писание, в отличие от ложных стереотипов многих, где говорится, что женщина там принижается, в Евангелии женщина находится на какой-то вторичной роли, и Писание очень честно показывает все события, очень честно показывает все события. И когда люди пишут книгу в какой-то период истории, при каком-то политическом строе, они говорят, вот об этом человеке не надо так писать, он для нас важный, он кумир поколений, давайте скроем эти детали, а вот этому давайте придумаем такое, потому что он важный человек, а важных дел у него было очень мало. И начинает сочинять, потом проходит время, приходит другая эпоха, начинает вскрывать детали, и очень хорошие оказались не очень хорошими, а плохие оказались не такими уж и плохими, как их представляли. Вот так люди пишут историю. Когда Священное Писание показывает нам действительность, и мы с вами строим нашу веру на основании апостолов и пророков, то, наверное, многие бы люди, если бы по-человечески, не по Духу Божьему писали эту книгу, и сказали, давайте, знаете, вот нехорошо на первое место встали женщины, вы знаете, к гробу первым пошли женщины, давайте как-то нарешуем так, что это были апостолы в конце концов, давайте опустим какие-то детали. Но, к счастью, Слово Божие записано во всех деталях, и вот здесь вот оказалась такая ситуация, что женщины оказались впереди. И причем женщины с одинаковыми именами. Раньше было очень много Мари, имя было очень распространенное, и сегодня даже у нас можно встретить четыре подружки, например, и три из них будут Маши. Это такое запросто может встретиться. В то время была ситуация, видимо, схожая. А людям очень хочется быть уникальными, очень хочется быть особенными. Мы подбираем имена для наших детей иногда, и давайте, чтобы не повторялось уже в конце концов. Ну что все Саши да Сережи, там раньше Иван да Мария да растения такое было. И все, вот хочется всем оправу для очков, так чтобы какая-то уникальная была, то есть как у остальных 100 миллионов россиян, как у Ксении Собчак. То есть вот такие мы хотим быть уникальными все. И вот, вы знаете, человек пытается найти себе что-то особенное, пытается показать себе что-то особенное, раскопать что-то особенное, показать это другим людям, чтобы судьи сказали, ты действительно особый человек. И в английском, в английской культуре очень распространено это выражение, когда человек говорит, you are special, да, ты особенный, как бы индивидуальный человек, очень сильно подчеркивается. У нас еще это не так принято, но потихонечку внедряется. И на что только человек не идет, чтобы стать уникальным, чтобы не стать просто очередной Машей, просто не стать очередным христианином, просто не стать очередным профессором, просто не стать очередным певцом. Хочется быть таким, чтобы сказали других таких нет. И, к сожалению, идут к этому очень разными путями. Но вот мы здесь видим две Марии, два человека с одинаковым именем, которые не смотрели друг на друга и не думали, как убийца Джона Леннона, да, не может быть двух Джонов Леннонов, одного надо убрать человека. Нет, эти две женщины не переживали за то, что у них похожие имена, за то, что нет ничего особенного в судьбе, они стремились увидеть Иисуса Христа. Они хотели увидеть Его живого или мертвого, потому что Он оставил неизгладимый след в их душах. Мария Магдалина, написано, была человеком, из которой было изгнано семь бесов. Эти женщины были благодарны человеку, который оказался изгнан обществом, который оказался убитым самой позорной на то время смертью, они хотели увидеть Его, хотя бы посмотреть даже на этот камень, который закрывает гроб, отодвинет, если кто-то, помазать Его тело. Какая-то малейшая связь. Как сегодня это не похоже на то, как люди поворачиваются спиною к живому Иисусу Христу, который не меньше сделал для них, чем для тех Марий. Как сегодня в погоне за уникальностью, как сегодня в погоне за оригинальностью, за непохожестью, за то, чтобы быть особенным, как мы поворачиваемся спиной к нашему Господу Иисусу Христу. Вот эти женщины не бежали за оригинальностью, они бежали к Иисусу Христу и стали оригинальными женщинами, стали особенными женщинами. И в этой истории они оказались впереди апостолов в этом событии, в своем мужестве и в своей уникальности. И здесь написано, что они пришли на рассвете. Знаете, я верю, что рассвет встречает священник. В семье рассвет встречает священник. И тот, кто встречает в семье рассвет, тот является священником в доме. Если семья будет того, который должен быть священником, чтобы он наконец-то встал в собрание, поднялся, чтобы как-то не опоздать, то это очень похоже на то, что произошло здесь. Апостолы должны были быть первыми. Они должны были встать на рассвете и пойти туда, где должно было произойти воскресение. Но, к сожалению, и история знает много таких случаев, когда даже в израильском народе Бог не находил себе пророка среди мужчин. И были женщины-пророчицы. Было даже время, когда Бог не мог найти судью среди мужчин. И была судьей женщина. И во время гонений и преследований, когда в нашей стране церковь была в подполье, и братьев садили в тюрьмы, Бог находил сестер, которые на это время могли в церкви совершать какое-то служение, чтобы церковь не распалась и двигалась. Господь действительно может действовать через людей. И важно, чтобы мы не бежали за уникальность, не бежали за особенность, мы бежали за Иисусом Христом. И одна женщина просто по порыву души, тоже другая Мария. Одна Мария, помните, она взяла парфюм, который стоил на наши деньги примерно 300 тысяч рублей. 300 тысяч рублей бутылек. Просто бутылечек. Она взяла и думала, что же я могу сделать для Иисуса Христа. И она разбила этот бутылек, парфюм, и возлила на Иисуса Христа. Весь дом наполнился благоуханием. Это очень было дорогое, очень дорогое средство. Наверное, один раз брали на пальчик, мазали там себе щечку или подбородок. И потом неделю все понимали, что человек состоятельный, у него есть на что купить такое дорогое средство. И вот это все, чем можно было пользоваться очень долго, она возлила на Господа Иисуса Христа. И на нее самое ближайшее окружение Иисуса Христа отреагировало очень остро. Очень остро. И сказали, что делаешь такое. Мне кажется, та Мария тоже делала какие-то вещи, такие иногда, которые обычно люди не делали. У нее были какие-то порывы души. Она их реализовывала, потому что в оригинале, вот то, что люди написано там, на нее вознегодовали, там такое слово употребляется очень, ну, резкое слово даже его иногда можно перевести, как рыча. На кого мы говорим, ну, сколько можно? Когда человек нас уже утомил своими выходками, да? И вот это действие той Марии оказалось в глазах тех людей выход. 300 рублей в их глазах, 300 тысяч рублей в никуда. Просто в никуда. Я 100% знаю, что та Мария не хотела стать особенной. Она не хотела прославиться. Она не хотела сделать такое, чтобы о ней заговорили газеты. Сегодня даже люди готовы взять в руки ружье. Эти школьники, которые устраивают бойни, большая часть из них хотят, чтобы о них заговорили. Эта женщина последовала порыву души. Она любила Спасителя, Господа нашего Сына Божьего, возлила, и Христос сказал, «Где не будет проповедано Евангелие во всем мире, будет сказано в память ее». Миллионы людей, которые хотели, чтобы их запомнили. Миллионы людей, которые хотели прославиться особенными делами. Их имена покрыты забытием. Никто не знает их. Они искали своего. Они были тщеславны. Они хотели прославить свое собственное имя. Были строители башни, вы помните, которые хотели построить огромный небоскреб того времени, чтобы сделать себе имя. Мы не знаем имя ни одного из тех строителей. Ни одного. Это самая грандиозная попытка, наверное, в истории человечества сделать себе имя. А вот эти три Марии, три одинаковых имени, вошли в историю. Так что сегодня мы смотрим на них и хотим подражать этим людям. Пусть Господь нас в этом и благословит. И дальше написано, сделалось великое землетрясение, ибо ангел Господень, сошедший с небес, приступив, отвалил камень от двери гроба и сидел на нем. И вид его был, как молния, одежда его бела, как снег. Устрашившись его, стерегущие пришли в трепет и стали, как мертвые. Мы видим из этой истории, что камень был отодвинут не для того, чтобы вышел Иисус Христос. Камень ему не мешал. Богу ничего не может помешать. Ничто не может встать на его пути. Камень был отодвинут сверхъестественной силой для того, чтобы свидетели, самые немощные, слабые, такие, как эти две женщины, могли своими глазами увидеть, что тела во гробе больше нет. Если Бог хочет, чтобы мы что-то узнали, если это знание важно для нас, если это знание жизненно необходимо для нас, Бог преодолеет любое препятствие, уберет любой камень, и ты получишь введение то, которое нужно тебе для жизни и благочестия. Очень часто люди пытаются вторгнуться в то, что закрыто от них. Им кажется, что где-то скрыто, где-то далеко, в другой стране, в другой книжке, в другом регионе, где-то далеко есть то, что мне так нужно, я не могу до этого достичь. Эта история показывает нам, что у Бога есть средство, у Бога есть средство показать нам то, что нам нужно увидеть. И за это, слава Богу, и если нужен будет ангел, Бог пошлет и ангела. И дальше ангел обращает речь к женщинам и говорит, не бойтесь, ибо знаю, что вы ищете Иисуса распятого. Его нет здесь, Он воскрес, как сказал, подойдите, посмотрите место, где лежал Господь, и пойдите скорее, скажите ученикам Его, что Он воскрес из мертвых и предваряет вас в Галилее. Там Его увидите. Вот Я сказал вам. Ангел говорит этим женщинам, идите, посмотрите своими глазами, вы должны стать свидетелями величайшего события в истории. Вера людей, которые будут веровать потом, в течение тысячелетий, не должна будет созидаться на каких-то домыслах, на каких-то предположениях, на каких-то гипотезах. Вера будет должна созидаться на свидетельстве очевидцев, на прямых свидетелях событий, на свидетельствах прямых свидетелей. И Он говорит им, Его здесь нет, вы ищете Иисуса. Душа человека ищет Бога. Когда человек чувствует внутри себя пустоту, когда человек чувствует неопределенность, когда человек не знает, куда идти, что делать, чем накормить свою душу, это голод души по Боге. Но люди ищут Его не там, где Он есть. Они ищут Его в дискотеках, они ищут Его в барах, они ищут Его в фильмах, они ищут Его в различных увеселениях. Кто-то ищет Его в разврате, кто-то ищет в алкоголе, кто-то ищет в наркотиках. Там внутри голод. И человек ищет Бога там, где Его нет. Есть загадочный текст в Писании, написано, «Бездна бездну призывает голосом водопадов своих». Бог вложил в нас такой голод, который может утолить только Он. Это бездонный голод. Почему человек, когда начинает грешить и пытается утолить внутри себя, у него так постоянно возрастают эти греховные привычки, делая какой-то грех, ярчайшим проявлением, чего являются алкоголь и наркотики, увеличивается доза, человек уходит в запой. Почему? Потому что там бездна. И она обнаруживается по мере того, как ты пытаешься заполнить ее тем, чем нельзя ее заполнить. И ты еще больше заполняешь, и еще больше заполняешь, только для того, чтобы обнаружить, что у твоего голода нет дна. И ты никогда, насыщая душу своей грехом, ты никогда не скажешь, наконец-то мне стало хорошо. Бездна бездна призывает. Этот бездонный голод нашей души может быть утолен только бесконечным Богом. И ангел говорит, его здесь нет. Не ищите Бога там, где его нет. Его нет в барах, его нет на дискотеках, его нет в бокалах с вином, его нет в разврате, его нет в беззаконии. Он там, где, как говорит Слово Божие, на высоте небес, во святилище, то есть церкви его, и с сокрушенными, и смиренными духом. И дальше говорит Христос им, подскажите ученикам, что он находится в Галилее, там его увидите. Почему Богу, который может присутствовать везде, во всяком месте, зачем нужно идти в какое-то место? Галилея – это не самая яркая географическая точка для религиозного смысла израильского народа, Иерусалим – столица. А Галилея даже называли ее языческой, когда оттуда приходили люди, говорили, может ли быть что-то доброе, это были как полуязычники в то время. И вот Христос говорит, моя встреча с вами назначена там. Вездесущий Бог, который может одновременно присутствовать во всяком месте, назначает место встречи. Как многие из нас, когда ослабли наши связи с Богом, когда охладела наша любовь к Богу, мы начинаем говорить, я могу помолиться и дома. Бог везде. Я могу и дома почитать Священное Писание, я могу послушать проповедь онлайн. Мы начинаем говорить какие-то вещи, мы берем тексты Священного Писания, мы говорим о вездесущности Бога для того, чтобы оправдать свою укореняющуюся в нас лень и смертельно опасное охлаждение к Богу. А Бог назначил в воскресенье в 10 утра встречу с Ним здесь, на этом месте. Он вездесущий, Он везде, в каждой точке, но встречу с тобой Он назначил в Галилее. И если ты будешь в Сирии, ты будешь в Дамаске, ты будешь в Иерусалиме, где угодно, не там, где Он назначил тебе встречу, вездесущего Бога ты там не увидишь. Не надо лукавить, не надо хитрить, не надо обманывать собой. Неужели ты не чувствуешь, как пожирает тебя та пустота, которая пришла в твою душу из-за твоей хитрости и лукавства, когда ты даже текстами Священного Писания пытаешься прикрыть, оправдать и назвать хорошим словом твое охлаждение к тому, который умер за тебя, мучительной смертью. Руки, ноги пробиты, оплеван, осмеянный после такого количества сделанного им добра, распятый ужасным этим распятием, которым распинали только рабов. И сегодня ты изощряешься в том, чтобы закрыть рот тем людям, которые как-то пытаются посигналить тебе, что что-то не так в твоей жизни со Всевышним. Он назначил встречу в Галилее, и он будет только там. И в другом месте ты не найдешь его. И дальше сказано, «Выйдя поспешно из гроба, они со страхом и радостью великой побежали возвестить ученикам его». Два, казалось бы, несовместимых чувства – радость и страх. Страх нежеланный, радость желанная. И вот вы знаете, только те люди понимают, что чувствовали две Марии в тот момент. Только те люди, которые как-то уже вкусили Божию благость. Только эти люди могут понять, как несовместимое совмещается, как тебе может быть страшно и радостно. Сегодня даже христианство, которое является поверхностным христианством, оно предпочитает выбрать какую-то одну рельсу, чтобы по ней ехать. Одно христианство наполнено страхом. Бог предстает как судья, который карает, которому страшно о чем-то попросить, перед которым страшно предстать после смерти, у которого ты не знаешь, ты попросил прощения, получил ты его или нет. Ты не знаешь никогда, нет ничего определенного. Другие говорят, надо радоваться, есть благодать, милость и оправдание, Бог добрый, и Он Отец и так далее. И там нет понятия трепета перед могуществом Всевышнего. Знаете, враг так и ищет, чтобы дать людям только одну часть. Как трудно ехать на одной рельсе. Как трудно двигаться. И вы знаете, ни те, ни другие практически не имеют шансов дойти туда, куда нужно. И только когда ты переживаешь настоящую встречу с Господом, когда ты имеешь с Ним личное общение, ты узнаешь, как это сочетается внутри. Трепет перед Его святостью, трепет перед Царем и ласка Небесного Отца. Это и есть христианство. Когда они пошли возвестить ученикам Его, Иисус встретив их, сказал, радуйтесь, и они приступив, ухватились за ноги Его и поклонились Ему. Тогда говорит им Иисус, не бойтесь, пойдите, возвестите братьям Моим, чтобы шли в Галилею, и там они увидят Меня. Чтобы свидетельство было полным, нужно не только увидеть отсутствие мертвого Христа, но увидеть и присутствие живого Иисуса Христа. И в момент, когда они встретились Его и приступив, ухватились за ноги Его, своими руками могли осязать, своими глазами видеть, своими ушами слышать, они стали полноценными очевидцами Его воскресения. И Христос им снова повторяет то, что сказал ангел. В устах двух или трех свидетелей будет верно всякое слово. И они пошли нести самую радостную весть, которая была во всей истории человечества. Но в 11 стихе написано, когда они шли, то некоторые стражи, войдя в город, объявили первосвященникам о всем бывшем. Как правило, на земле происходят параллельно два процесса. Хороший и плохой, темный и светлый, праведный и грешный. И пока одни идут для того, чтобы принести радость чему-то разбитому сердцу, воскресить чью-то надежду, другие идут осуществить нехорошие дела. Почему не все стражники побежали к этим священникам, которые поручили им охрану? Потому что, когда вы идете ложным путем, которым шли эти стражники, когда ты идешь ложным путем, у тебя есть два варианта. Ты идешь, потому что не знал другой дороги, а другой вариант, ты идешь, потому что тебе нравится ложь. И одна часть стражников, увидев ангела, увидев землетрясение, увидев пустой гроб, поняли, что они шли неправильной дорогой. Другая часть стражников поняла, что как они до этого стерегли истину, как они до этого Попрятали от глаз людских правду. Теперь нужно продолжить и сделать что-то, чтобы снова прикрыть то, что произошло дальше. Встреча с истиной не заставила их признать свой неправильный путь. Вот почему причина, когда будущий апостол, нынешний фарисей Савл, идет по дороге преследовать христиан. Иисус ему является, он всю свою жизнь меняет и, оказывается, узнает, что жил неправильным путем и становится апостолом. Эти же люди, как мы читаем, сии, собравшись со старейшинами, сделав совещание, довольно денег дали воинам и сказали, скажите, что ученики его, придя ночью, украли его, когда мы спали. И если слух об этом дойдет до правителя, мы убедим его и вас от неприятностей избавим. Сколько раз я думал, что раньше эти люди просто не понимали Иисуса, они просто заблуждались. Но смотрите, теперь они встретились с воскресением. Эти люди, которые распяли Иисуса Христа, не сказали, мы сделали страшную ошибку. Мы думали, он самозванец, он казался Божьим Сыном. Нет, одна ложь начинает закрывать другую ложь. Когда в твоей жизни появляется ложь, знай, что тебе есть что скрывать, тебе есть причина произносить эту ложь. И вот вы знаете, когда эти люди решают, как закрыть этот вопрос, они говорят очень нелогичную вещь. Ночью украли его, когда мы спали. Давно уже, много лет назад, элементарная логика развенчала вот этот слух, потому что нельзя видеть, кто украл, если ты спал. Вообще, если солдат спит, его надо наказывать за это. Но если в крайнем случае ты же уснул, как ты знаешь, кто украл? Но Библия говорит, что они, взяв деньги, поступили, как научены были, и пронеслось слово сие между иудеями до сего дня. Нелогично. Но почему принято? Почему так широко распространено? Потому что люди заинтересованы в том, чтобы это было правдой. Когда мы думаем о теории эволюции, о том, что от одного взрыва что-то стало появляться, как рыбка, лягушка, обезьянка, человечек, весь этот процесс, который нарушает самые базовые законы логики, законы физики, вопреки самым-самым основам. Почему так широко распространяется? Почему это официальная версия? Почему? Потому что мы хотим, чтобы Вселенная не имела смысла. Почему мы хотим, чтобы Вселенная не имела смысла? Чтобы прожигать бессмысленно свою жизнь и успокоить свою совесть и сказать, смысла в жизни нет. Мы хотим бессмысленной теории. Мы хотим, чтобы кто-то нам сказал худо-бедно, убедительно, что Бога нет. Чтобы жить, как мы хотим. Глупо, безумно прожигать день за днем, не задавая себе вопрос о том, что хорошо и что плохо. О том, что правильно, неправильно. Мы хотим. И тут появляются люди, которые говорят, Вселенная произошла от взрыва, а потом просто миллионы, миллиарды лет. И тут уже ничего удивительного, что мы такие красавчики, художники, поэты, музыканты появились из рыбки. Ничего удивительного. Миллиард лет чего только не произойдет. Да, да, да. Почему такая нелепость принимается? Потому что мы хотим, чтобы это было правдой. И мы ухватимся за самые нелепые вещи. Иногда мы смотрим, что-то странно, какие-то правильные вещи никак не могут пройти. Может быть, это в думе. Может быть, это в разговоре бизнес-партнеров. Может, еще у кого-то. Что-то как-то стопорится все. А в чем дело? Денежки снова где-то замешаны. Где-то чей-то интерес. И вот правда не может найти себе дорогу. Вот эти лобби стоят на пути, но прикрываются самыми красивыми вещами. И вся вот эта людская нечистота искверно проявилась в этот день воскресения во всем ее виде, во всей ее красе. Одиннадцать же учеников пошли в Галилею на гору, куда повелел имя Иисус. И, увидев его, поклонились ему, а иные усомнились. Сколько мне приходилось слышать людей, которые говорят, увижу чудо, поверю. Сколько людей, даже христиан, говорят, я вот хочу увидеть такое, чтобы было понятно, что это чудо. Почему так люди думают? Потому что они думают, что чудо – это панацея от неверия. Если я увижу чудо, я стану верующим человеком. Увы, люди увидели воскресшего Иисуса Христа и усомнились. И сразу вспоминается одна история, когда один человек, будучи в Аде, просил, чтобы послали человека из этого загробного мира в тот мир, и чтобы он рассказал, что здесь происходит. И ему отвечают, знаешь, там есть законы, пророки, есть Моисей. Он говорит, нет, нет, надо, чтобы мертвый воскрес, кто-то и пришел к ним. И тогда отвечают этому человеку и говорят, если не верят Моисею и пророкам, и закону, то если из мертвых воскреснет, не поверят. И вот этот пример мы видим здесь самым ярким образом. «И приблизившийся Иисус сказал им, дана мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа, и уча их соблюдать все, что я повелел вам, и сей с вами во все дни до скончания века. Аминь». Дана мне всякая власть. Скоро ученики, скоро церковь встретятся с преследованиями, когда будет казаться, что вся власть находится в руках Нерона, или Каллигулы, или сенаторов, или римских патрициев, или первосвященников, кого угодно. Но кажется, что Бог вышел из истории. Сегодня не время, когда большая часть верующих подвергается сомнению, вернее, испытанию в том, чтобы поверить, есть Бог или нет. Большая часть христиан испытываются тем, что им кажется, что Бог, который заявил о себе как о любящем Боге, как о справедливом Боге, почему-то вышел из нашей ситуации. И кризис веры начинается тогда, когда ты говоришь, уже и не дождаться Бога. Зачастую после того, как ты много-много-много-много делал своими руками, что мог, и ты говорил, не давая Богу ни сантиметров в твоей жизни, ты потом говоришь, да что-то он и не действует. Но есть люди, которые действительно проходят тяжкие времена, и вы знаете, им нужно будет поверить, что дана всякая власть. И скоро Иисус станет невидимым, и Он говорит, все, я с вами во все дни до скончания века. Он скоро станет невидимым, и скоро настанет время в их жизни, когда покажется ученикам, может быть, в глубине темницы, в глубине камер, что может быть его с ними и нет. Я не буду вспоминать эти слова. Я невидимый, но я с вами. Братья и сестры, сегодня мы живем в особенное время. Сегодня дует сильный ветер отступления. Дует на церковь, дует на христианство. Церковь – это дерево. И всякая ветвь, которая не имеет в себе жизни, сухая ветвь, она будет отламываться под давлением этого ветра, превращаясь в хворост, в пищу для огня. Ветви живые, потеряют листья, их потрясет, они будут сгибаться так, что кажется, что скоро сломаются, но потому что они имеют в себе жизнь, потому что они хранят личные отношения с Богом, не бегают за чудесами, оригинальностью, за удовольствием, за осуществлением своей собственной мечты. Они ищут Христа, воскресшего, они будут живыми ветвями, и ветер не сломает их. И сегодня хотелось бы молиться, благодарить и восхвалять Господа за то, что сила Его воскресения не перестала действовать. Только дай нам Бог всегда желать и стремиться к встрече с Ним каждый день, находить Его лицо на рассвете, и тогда сила воскресения не даст ветрам отступления сломать тебя. Помолимся Господу. Субтитры сделал DimaTorzok